Всем привет! Скажите, а вы любите хюги? Это такая скандинавская философия, в которой очень большая роль отводится дому и домашнему уюту. И скандинавы также любят вкусно поесть. Сегодня мы приготовим одно простое блюдо из скандинавской кухни. Это открытые пирожки с рисом по-фински. В этом рецепте мы используем половину обычной пшеничной муки и половину ржаной. Но вы можете готовить тесто просто из пшеничной муки, если вам так больше нравится и более привычно. И сначала мы с вами нарежем свежую зелень. Нам понадобится зеленый лук, мы будем добавлять его в рис, в начинку для пирожков, и также свежая зеленая петрушка. Ее мы будем добавлять в намазку, которая подается к пирожкам. Все расскажу чуть-чуть попозже. Пока просто мелко нарезаем зелень и убираем ее в сторону. Берем небольшую кастрюлю с холодной водой, кидаем туда яйца и ставим на огонь. Яйца нужно сварить вкрутую. А тем временем у нас уже сварился рис, который мы заранее поставили. Теперь рис нужно смешать с нарезанным зеленым луком и со сливочным маслом. Рис можно варить любым способом, каким вам больше нравится. Именно поэтому процесс варки риса я не снимала, потому что у каждого он свой. И теперь готовим тесто для пирожков. В глубоком блюде смешиваем пшеничную муку и ржаную муку, соль и холодную воду. Как я уже сказала, если вы не любите ржаную муку или ее у вас нет, вы можете готовить тесто просто из обычной пшеничной муки. Это обычное пресное тесто без яиц, без молока, просто с водой. Думаю, что такое умеют готовить все хозяйки. Если вдруг вы не умеете, то здесь нет абсолютно ничего сложного. Тесто я сначала месила в тарелке, потом выложила на присыпанную мукой поверхность и замешивала уже руками. Кстати, очень удобно в таких случаях пользоваться силиконовым ковриком. Тесто нужно месить не очень долго, примерно минут 5. Оно должно перестать липнуть к рукам. Если тесто немного липнет, добавьте в него еще чуть-чуть муки, оно возьмет столько муки, сколько ему нужно. В итоге наше тесто получится крутым, но эластичным. Его нужно скатать вот в такую вот длинную колбаску. И затем эту колбаску нарезать на несколько равных частей. У меня получилось, по-моему, 16 кусочков. Если тесто липнет к ножу, нож нужно слегка припылить мукой. Ну а теперь берем каждый кусочек теста и раскатываем его в тонкий пласт. Если тесто липнет к скалке, припылить скалку мукой. Все как обычно. У нас получится примерно 16 тонких лепешек, в которые мы потом будем заворачивать рис. И теперь берем нашу лепешку и выкладываем в центр рис, который мы готовили в самом начале видео. Рис у нас с зеленым луком и со сливочным маслом. Вот так вот выкладываем рис в центр и загибаем к центру края. Защипываем, чтобы лепешки не развалились. Пока наши пирожки выпекаются в духовке, мы сделаем для них закуску. Из вареных яиц, зелени и сливочного масла. Эту закуску можно подавать отдельно к пирожкам или намазать сверху. Это очень вкусное сочетание. Растапливаем небольшой кусочек сливочного масла и добавляем в сливочное масло молоко. Молоко должно быть теплой или комнатной температуры. Все очень хорошо перемешиваем с помощью вилки. И теперь возвращаемся к нашей петрушке, которую мы нарезали в самом начале видео. Петрушку нужно сложить в глубокое блюдо и смешать ее с нарезанными вареными яйцами. Посмотрите, какой красивый яркий желток. А все потому, что я стараюсь яйца не переваривать. Тогда желток получается вкусным, мягким и красивым. Смешиваем нарубленную петрушку, нарезанные яйца и немного соли в тарелочке. Добавляем чуть-чуть растопленного сливочного масла с молоком и все это хорошенько перемешиваем. Эту штуку мы будем подавать вместе с пирожками на стол. Ее можно есть в прикуску или же положить сверху на пирожки. Тем временем наши пирожки почти приготовились. Мы достаем их из духовки и смазываем масляно-молочной смесью с помощью силиконовой кисточки. Смазанные пирожки накрываем полотенцем, пергаментом или фольгой и даем им постоять примерно минут 10. Подаем с яичной намазкой. Посмотрите, как это красиво! Эти пирожки немного отличаются от наших привычных рисовых пирожков, но тем не менее они все равно очень вкусные и я советую вам обязательно их попробовать. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал! Сегодня мы приготовим одно простое блюдо из скандинавской кухни. Это открытые пирожки с рисом.